всем привет мои хорошие с вами ика эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео как вы поняли опять у нас с вами будет mukbang мы будем кушать всю эту красоту давайте сблизи вам покажу как это все пахнет это все что я люблю это самое любимое я с утра сегодня ничего не ела подготавливала эту всю красоту очень голодная и буду кушать сегодня вместе с вами вот такие вот охотничьи колбаски наконец-то я нашла этот сырный соус который есть макдональдсе он от хайнс я его кстати покажу вам своем инстаграме поэтому обязательно подписывайтесь также свалила яички и это туда же я не знаю удастся ли мне все это прям съесть но я буду очень стараться выглядит очень аппетитно и прям нереально мои любимые горящие перчики я люблю когда всего по чуть-чуть может даже что-то с чем-то не сочетается перчик как горит еще также здесь у меня салатик из помидоров и огурчиков заправила майонезом немножечко соли и получилось просто обалденно оливки тоже так же не любила раньше сейчас я ем все мне была идея снять видео как я ем 15 яиц ну типа такого челленджа а потом я подумал что гораздо эстетичнее будет вот так вот собрать все это мне быть вкусно и вам приятно смотреть читала комментарии под прошлым моим видео там она девочка пишет что чувствуется горит рост что начала все это как-то красиво подносить на по моему ее канал называется там женщины роды и что-то такое если ты меня смотришь я передайте огромный привет мне стало так приятно что то что я делаю люди замечают что я стараюсь и мне безумно приятно также теперь каждый день будут видео я еще не выбрала во сколько кстати пишите в комментариях как вы думаете во сколько выкладывать видео последнее время как вы заметили я выкладываю утром почему я это делаю я ушла на работу и выкладывал видео и потом на работе например не могла это сделать напишите также ваши варианты когда лучше будет выкладывать новое видео это лучший завтрак моей жизни уже собрались вопросики я как всегда забыла после того как уже села снимать видео вспомнила о том что я не спросила у вас про вопрос самое приятное что тебе говорили какие минусы плюсы у тебя ну приятно много чего говорили но в основном самое приятное я читала в комментариях потому что это пишут абсолютно чужие мне люди одно дело мама говорит что слушай ты у меня просто красавица да а другое дело будет недавно мне мой одногруппник даже нет не одногруппник поток написал мне что привет как дела ну я ответил нормально там как ты и что-то мы начали переписываться и он мне такой говорит что я рад что говорит я учился в универе с такой талантливой девочкой мне прям аж не по себе стало в чем талантливая сидит есть на камеру ну блин это так было приятно а насчет минусов плюсов я добрая то есть у меня с подругами никогда не возникает денежных вопросов никогда во первых мне попадаются очень хорошие друзья я не люблю копеечных людей то есть мы идем в магазин шопиться например моя подруга купила себе платье я купил себе платье я первую побегу платить за него но если я вижу что моей добротой пользуются человек считает меня за лохушку то я просто перестаю общаться с этим человеком но я не понимаю людей которые считают прям каждую копейку ты мне купил лайнер за 13 монат например я должна в эту же сумму уложиться и тебе что-то купить у меня такого нету и слава богу у меня подруги такие же как и я вкусно то как айка один вопросик к тебе какое самое главное качество в человеке вообще если говорить про друзей да и вообще и в парня я считаю что самое главное верность очень часто встречаю девчонок которые например дружат с одной девчонкой а потом при нас например ее обсирает я не понимаю как можно так дружить а если говорить про отношения я не понимаю отношения в которые ну не знаю он изменил ну и ладно да как бы это нормально то есть мужчина должен изменять или он далеко от меня находится или напился например хоть убейте до меня никогда не будет доходить измена я не осуждаю людей которые прощают измену но я никогда бы в жизни не в зависимости от обстоятельств если человек уже выбирает между мной и кем кем то этот человек мне уже не нужен я считаю что человек который любит там еще был вопрос что такое любовь как вы думаете кто фатина да детка я сейчас снимаю видео давай я закончу потом мы с тобой поговорим хорошо я тебя целую мой мусичек мой попсичек давай пока фати наконец-то приехал а это значит что будут совместные видео будут челленджи ну я как-то уже если честно за последнее время привыкла снимать одна но все равно с фати мне кажется как-то веселее получается так вот на чем мы остановились мы остановились на любви как можно любить и смотреть на кого-то как можно любить и изменять вот до меня не доходит вы никогда не дайте вот это для меня измена это все если у меня будет не знаю трое детей и муж мне например изменит изменит то это будет конец нашего брака и совместной жизни я не боюсь остаться одна даже если останусь что здесь плохого чем жить с предателем лучше быть одной женщина должна быть независимой мужчина не должен видеть что она как-то материально зависима от него и прощает все я что-то смотрела видео в ютубе там сравнивали пары которые 15 лет вместе живут которые годы вместе живут и пять лет это мое удивление когда всех троих спросили все сказали да я бы простила измену все зависит от обстоятельств и так далее какие обстоятельства вы о чем говорите человек который изменил один раз изменит и второй это просто предатель это просто предатель давайте дальше следующие вопросы вот интересный вопрос какие мысли были когда ты начала снимать если честно я никогда не надеялась что прямо у меня столько будет подписчиков то есть я не говорю что сейчас у меня максимальное количество подписчиков но для меня это было из ряда фантастики я когда начала считала что вот будет у меня 10 тысяч подписчиков для меня это достаточно вот если у меня будет 10 тысяч подписчиков я буду считать себя полноценным уже блогером там не знаю 100 тысяч миллион для меня этого фантастика это нереально я думаю сейчас я понимаю что все реально эти стараться снимать но моя ошибка если честно заключалась в том что я не покупала рекламу сейчас на youtube прорваться как я говорил миллион раз очень очень трудно то есть если даже у вас интересные видео даже если они качественные тупых не предлагает просто потому что уже есть сформировавшиеся блогеры имеющие хорошую аудиторию имеющие много подписчиков то есть youtube считать интересным их контент и вас просто не предлагает это даже не обязательно у блогеров покупать рекламу можно у самого ютуба купить рекламу чтобы просто youtube продвигал ваши видео очень вкусно следующий вопрос есть у меня брат или сестра у меня есть братик также меня часто спрашивают почему он не снимает со мной вместе видео хотя он любитель вообще покушать он наверное не знаю раза в три круче фати даже в детстве я помню папа приводил мандарины когда ехал за границу и так далее и брат можно сказать за день съедал 45 килограмм мандаринов и вот такая вот гора просто кожуры была из-за него вообще брата было не видно вот так вот последняя летела то есть потом мандарины делились типа на меня и на него он съедал свои я вообще в детстве была таким ребенком вообще не любила кушать сейчас я себя вообще не понимаю почему я не любила кушать последняя оливка или маслина и суть двигаемся дальше вот интересный вопрос если у тебя появится молодой человек ты расскажешь нам о нем то есть в перспективе я планирую снимать видео и со своим молодым человеком но я считаю что раньше времени афишировать свои отношения не стоит то есть как только у меня появился молодой человек на следующий день он приходит ко мне мы с ним снимаем совместное видео не так и опять же зависит от молодого человека то есть все зависит какой то есть есть такие люди которые например не против того что я занимаюсь блогерством но сами не хотят в этом участвовать парень активный не знаю яркий почему бы не показать то есть я не буду скрывать годами это все когда пойму что это действительно мой человек и я хочу с ним прожить всю свою жизнь вот как только я это пойму обязательно будет здесь листья салата обожаю я думаю последний маслина нет есть еще одна теперь нету делаешь ли ты намаз и передай привет с дагестана как ты относишься к здесь полностью невозможно увидеть вопрос ну да ладно вообще дагестану передаю огромный привет я очень люблю дагестан потому что у меня мама родом оттуда также у меня тетя живет в дагестане моя двоюродная сестра север который очень люблю передаю огромный привет прошлым летом я была в дагестане и дагестан мне очень близок потому что там живут лесгин и вообще и другие нации вот насчет намаза я не делаю намаз и в ближайшем будущем не планирую его делать я человек не настолько близок близок близки к религиям не это если честно немножко чуждо но я поддерживаю людей которые держат пост делают намазы считаю что это круто если ты можешь это делать вообще такой человек я никогда никого не осуждаю каждый человек имеет право жить так как он хочет и как он считает нужным если сравнивать дагестан и азербайджан что не было ни там ни здесь в дагестане больше частях традиции больше ссылаются на то что это мусульманское государство даже одеваются там иначе здесь вы уходите на улицу но всех шортах ходят там дагестане но махачкаре может брюка ходят но в дагестане не везде ходят в брюках я вам так скажу видеть хорошо если в брюках будут ходить а то юбки настолько короткие что ужас азербайджан преподносит себя как светское государство как современное государство насколько я знаю у нас даже в школах не разрешают преподавать например девушкам которые например хиджабе или где-то работать то есть как бы не очень приветствуется со стороны государства не знаю как сейчас но раньше так было я честно отношусь положительно и к тем кто делает намаз и к тем кто не делает то есть и к тем кто нетрадиционная ориентация для меня самое главное чтобы человек был хороший все остальное это мелочи так что дагестану огромный привет куда уедешь летом отдыхать это лето я хочу посвятить своей работе в youtube я хочу снимать как можно больше видео каждый день монтировать снимать придумывать что-то новое хочу как-то развиваться не планируя отдыхать вообще нужно создавать интересный контент дай бог отдохну в следующем летом смотрите почти доел не ожидала и даже от себя здесь остались вот эти перчики несколько раз девочка стал один тот же вопрос поэтому как я могу его пропустить тебе нравится азербайджанцы но я живу в азербайджане и мне не нравится когда я переезжала все говорили о здесь трудно здесь люди такие сяки я вам так скажу везде есть плохие люди везде везде есть свои плюсы и минусы поэтому где жить зависит только от вас если вы верите в свои силы вы знаете что в любом месте вы сможете добиться успеха какая разница где жить я бы не хотела пока что никуда переезжайте на азербайджан ну что здесь у меня остались перчики которые есть не буду и как вы заметили в этом видео я почему-то не запивала в воду поэтому так с легкостью все это села проблема в том что каждое видео я пью очень много воды и в результате это у меня в желудке не помещается все остальное вроде вот это ах это не очень прилично ну да ладно мы все свои девчонки мальчишки было очень 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 вкусно на вопросы правда мало ответил но в следующий раз исправлю эту ошибку а у меня в инстаграме сегодня 10 тысяч подписчиков это реально для меня достижение я очень рада что вы подписываетесь не только на ютуб но и на инстаграм потому что инстаграм у меня закрытый и туда заходят только те люди которые знают меня уже в ютубе то есть весь мой инстаграм состоит из людей которые смотрят меня в ютубе по идее можно инстаграм открыть и так будет больше подписчиков но больше будет также негатива неприятных комментариев поэтому как-то так а на этом все я вам желаю приятного аппетита если вам не жалко поставьте лайк на это видео а с вами лайка эмерик всем желаю удачного дня всем пока